Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Потерять работу значит ли потерять лицо Александр Да Владимир Нет Ким Думаю, что нет Витя Нет Фёдор Нет Потрясающие единодушия Следующий вопрос Потеря работы Шаг ли это к независимости Александр Нет Владимир Да В какой-то степени Да Ким Думаю, что Возможно, да Больше да Или больше нет Больше Больше да, наверное Больше да Виктор Да Фёдор Да Работать и зарабатывать Разные ли это вещи Александр Разные, конечно Владимир Конечно, да Ким Да Виктор Да Фёдор Одно и то же Единомышленники Может ли мужчина жить без работы Александр Нет Может Ким Нет Невозможно Фёдор Может Прекрасный Причём Потеря работы Что есть? Временная неприятность Или постоянная угроза? Для всех по-разному Для меня неприятность Владимир Угроза Ага Ким Думаю, что это временные Неудобства просто Какие-то Виктор Интересный ответ Будет от вас Я думаю, что это Неприятности временные Всё-таки Так, Фёдор Ну, это неприятность Которая Очень короткая Потому что работа Потом всё равно Тебя найдёт Понятно То есть работа Всё-таки основное А что По-вашему должен Обязательно Уметь мужчину Вот С вашей точки зрения Примеры хотелось бы Выставить Владимир Добиваться Избранной цели В профессии В жизни В жизни Да Не обязательно В профессии Ким Я думаю, самое главное Это не потерять себя И уметь отстоять Своё мнение Ага Виктор Мужчина должен иметь Характер И в любой ситуации Оставаться Самим собой Мысль ясна Спасибо Фёдор Я вот Не стою на позициях Таких Мускулинистских Что прямо У мужчин Есть некоторые Какие-то такие Особенные Специальные свойства Которые им Должны быть Присущи Я думаю, что Общечеловеческие Какие-то есть вещи Которые могут быть Мужчины Женщины Тут пол Не важно Спасибо Итак Блиц Наш Закончился Мнение Как вы слышали Далеко Неоднозначное То есть Проблема Она действительно Существует И для многих Она становится Новой точкой Отсчёта Только вот В какую сторону Двинуться Тому человеку Кто потерял работу Или вперёд С новыми силами Доказывая что-то Или себе Или окружающим Ну По крайней мере То, что ты мужчина Или остаться на месте Пытаясь Сохранить то немногое Что осталось Гости сегодняшнего разговора Знают эту проблему Не понаслышке А изнутри Итак Это режиссёр Космополит Полиглот Фёдор Дунаевский Который снялся В блистательном В фильме Курьер На счёту которого Не только эта картина Но и участие Во многих других Который Сегодня Предпочитает Выполнять Свои собственные Поручения А также Это Владимир Кармурза Журналист Обозреватель Человек Считающий Что сложности Нужны Они Только Закаляют Мужчину Закаляют Его характер Я прошу вас Занять Свои места Итак Фёдор Начнём С вас Хорошо Готовы? Да Не боитесь? Не, а чё бояться-то? Итак Фёдор Вот Была замечательная Картина Курьер Это Первая была? Первая Первая биография Да, то есть Прозвучала она Я помню Очень здорово А вот Не обидно Что прозвучала только она Я помню Ещё была Дорогая Елена Сергеевна Да Маленькая вера Это извините Это моё Это святое Это лучше не трогать Я уехал в 90-м году А здесь уже кино-то не было Здесь уже ходили в видеосалон Смотрели Джеки Чана Но ближе к теме, да? Да Значит, в Германии Чем приходилось заниматься? В Германии я жил Просто ездил туда-сюда А деньги откуда? А я спекулировал Разной ерундой Туда возил Туда это куда? В Германию В Берлин Из Советского Союза И у меня был паспорт У меня там друг жил в Берлине Я туда к нему ездил Возил всякую ерунду Так А сюда приезжал потом Здесь выступал И, кстати, с вами мы выступали Я вот только не помню В каком городе Где? Где выступали? Мы с вами выступали В каком-то городе По-моему, в Новосибирске Вы с маленькой Верой А я с курьером То есть был чёс? Да В соседних залах мы выступали Ну так хорошо же зарабатывали Чё же Что ж так? В фарсовке заниматься Я-то здесь не уехал вроде бы как Да Правда, я другое Я чаще езжу И платили тогда Много-много мятых трёшек Десяток целый рюкзак Потом с ними Я их менял Я прошу прощения Так конкретно Вот кроме фарсовки Кроме таких Ну, скажем Карманных денег Конкретно Как это была работа И, кстати Ведь курьер Он имел такой Мировой успех Известность Не узнавали? За границей нет Вот, например С дорогой Леной Сергеевной В Германии узнавали Потому что почему-то На немецкий мозг Очень хорошо легла Ага А как актёру Там не предлагали работу? В Германии нет Не было, да? А в Израиле? В Израиле работал актёром В театре Где? В каком? В Камерном В Толяювском Камерном театре Да, но это же произошло не сразу Не получилось так И вот приезжает человек Сможет Нет, не сразу Сначала пришлось какое-то время Там посуду помыть И вообще То есть через это прошли тоже, да? Да Как долго? Конкретно Полтора года Полтора года И как ощущения? Вот по поводу Очень полезные ощущения Для моего здоровья психического И вообще Успокаивай И физического тоже Потому что Я отсюда уезжал Величайший артист современности Я не мог ездить на метро Так, а самолюбие? А самолюбие? Но надо с ним как-то Иногда работать То есть удалось спуститься С небес на землю? Да То есть вот впечатление Что он доигрывает фильм То есть вот он сейчас рассказывает, да? Что вот он как бы проживает Жизнь своего персонажа Вот в курьере, да? То есть это вот логично было бы Вот как раз для того мальчика Я не помню, как его в фильме звали Мне кажется, может быть Он настолько проникся вот Этой ролью Что до сих пор уже Будучи в возрасте У него как-то вот Ну, я не знаю Произошло какое-то наложение Некое персонажа На него И может быть, конечно Персонаж был настолько ему близок, да? Что вот Создается впечатление Что это один и тот же человек Вообще, у меня жизнь здесь была довольно шоколадная Я жил на Юго-Западной Мосфильм на университете Ну, а как без этого? Я дальше никогда не ездил Ну, как без девушек Я даже не знал, что где-то есть там Без поклонниц Без цветов Без обожания Даже без квартиры Без квартиры Я понимаю, что там можно на улице ночевать Но все же Да, там тепло, фрукты Не всегда Не всегда Ну, вот, некоторый освежающий душ Такой я получил Не хотелось вернуться в это время? Ну, сюда ехать не хотел совсем Вот я к чему говорю Скажите, вы как вот к себе относитесь? Вы счастливчик? Вы удачливый человек или нет? Я очень Удачливый и счастливый То есть вы не ропщите на жизнь? На судьбу? Абсолютно Это грех, мне кажется, большой То есть то, что у вас есть на сегодняшний день Вас устраивает, да? Да То есть вы считаете, что тот опыт, который был До поездки в Германию, там, за рубеж Вот эта непростая жизнь Она была нужна? Конечно А без нее могло бы вот состояться то, что есть на сегодняшний день? Не думаю Но почему? Ведь бывают люди, у которых как бы все в шоколаде, как вы говорите Вроде бы им и затрачивая себя не надо Пришел, увидел, получил и дальше И такие же тоже существуют Не завидно? Нет, что вы А чему завидовать? Это все как-то само по себе Так не бывает Ну, как же, расходуется здоровье, расходуется Время, жизнь проходит Ну, и отлично Ну, как отлично? Зато интересно Ну, понятно Ну, можно же проводить жизнь в радости А можно проводить в каком-то негативе Думая о светлом будущем Ну, я неужели этого причин, честно говоря, никаких Хорошо У меня официально два раза, еще три раза неофициально То есть, ну, это такие длительные отношения, которые можно назвать настоящими А вот, Федя, ну, а почему? Ну, а почему? Не устраивает женщины или в себе что-то не то? Я сейчас себе напоминаю доктора, который вскрывает какие-то хирургическим скальпелем Какие-то тайные тайники Я прошу прощения, но Мне самому это крайне интересно Ведь задавая вам эти некоторые вопросы, я, может быть, даже получу и на свои На свои, конечно Поэтому Наверняка Это естественно, безусловно Я сейчас еще много буду спрашивать Вообще, если признать, что во всех этих ситуациях То есть, есть самозащита элементарная Да Если признать, что во всех этих случаях я был неправ от начала до конца Потому что у меня есть какой-то изъян хитрый То мне нужно пойти как к настоящему самураю, по-честному Сделать себе харакири Ну, или если я не настоящий самурая, то хотя бы сыпуку Федь, а если это те этапы, о которых вы говорили? А? Если вот, если это те этапы, как бы, вот личностных отношений О которых вы говорили Если мы спроецируем на работу Да, вот вы же говорите о том, что был очень полезный труд там в Израиле, в Германии Да, который привез вас Да, еще в Италии потом прожил 8 лет Да, тех, ох-то, ничего себе Мы сейчас об этом, я сейчас об этом прошу, но доведу свою мысль Что вот вы жили, да, эта жизнь сделала вас таким, каким вы на сегодняшний день Вы этим довольны Да А почему же тогда вот отношения с женщин, скажем, первая, вторая, третья, четвертая И не пришло или есть на сегодняшний день вот та успокоенность души, которая позволяет говорить о том, что да Я счастлив, я спокойный, у меня за спиной тыл, у меня все нормально Да, на следующий момент есть такая ситуация Дети у вас есть? Есть Один, два, три? Двое Двое Как бы задать этот вопрос? Ну, у меня сложно очень с детьми, потому что у меня некоторые мои дети воспитываются чужими дядями, а я воспитываю некоторых чужих детей Не обидно? Ну, а если так получилось, что теперь делать? Меня вообще поражает вот такое отношение мужчин к детям, да? Вот женщин, вот как вот так вот, ребенок где-то в Италии, ну что, что в Италии, да? Да хоть на Северном полюсе А вот у мужчин как-то, да, ну что ж так, вот так сложилось Вот Чем вы сейчас занимаетесь конкретно, вот ваша работа на сегодняшний день, в чем состоит? Сейчас я безработный, бедный, несчастный И как обычно жить не на что, как обычно приходится посуду Алименты ужасные, да Как обычно приходится платить алименты, простите, откуда доходы? Доходов... От процентов в американских банках нету Как, ну как, ну кушать, есть, пить, одеваться Ну это какие-то копейки, смешно об этом говорить Квартиры есть? Есть, конечно Коммуналку платите? Да На что? На какие доходы? На что живете? Я не из налоговой полиции, меня ради бога, простите, я хочу понять Ну зрители, я не каждый из налоговой полиции Я не работаю, я безработный, я там прожил, прожил 8 лет в Италии Так, вообще можно позавидовать человеку, это действительно космополит Это, как бы, ничего не держит, ничего не страшит Деньги появляются само собой Деньги всегда сами-само появляются, конечно Я знаю некоторых людей, у которых появляются деньги само собой Но это бывает крайне редко И, как бы, хотя я говорю, что деньги не пахнут, они все-таки чем-то попахивают Нет, пахнут, конечно Пахнут, все-таки На сегодняшний день сколько вам лет? 35 35 Ага, какие планы на будущее? Планы, вот, про кино думаю Может быть, как-то мне в кино посниматься или поснимать что-нибудь Я же на режиссера учился у Соловьева Сергея Александровича А? Посниматься или поснимать, я не понял Ну вообще что-нибудь в эту сторону Потому что сейчас это уже как-то стало денежным делом Да А было каким-то совсем безденежным Но сейчас почему-то стало мне вот интересно в этом направлении Письмо Сергея Есенина Галине Бенеславской Галя, голубушка Спасибо за письмо с отчетом Оно меня очень порадовало Хотя и огорчило немного Не понимаю Почему же не берут моих стихов? В рецензии все правда Я слишком ушел в себя и ничего не знаю, что я написал вчера И что напишу завтра Они пишут, что я перестал отделать стихи Может быть это из-за того, что я два года ничего путного не писал Помните, милая Когда я был за границей Хотя я пустое Просто я стал другим Пришел к простоте Стиль мой сменился Перестал быть извилистым А сам я чувствую себя просветленным И не надо мне больше этой глупой, шумолевой славы Не надо этого построчного успеха Только теперь я понял, что такое поэзия И не переживайте за меня, Галя Не лейте слез Почитайте письмо к женщине Напишите Как вам понравится Только слышите Честно Не надо необдуманных, утешительных слов Да и вот еще У меня есть вещи и получше Обнимаю вас Год 24-й Число какое, не помню Вероятно, декабрь 20-е число Володь, значит То, что я знаю Из вашей судьбы Ну, многие начинали с этого, да? С этого С чего? Чем вам приходилось заниматься до журналистики? Ну, пока была советская власть То я нигде вообще не работал Поэтому у меня хорошая закалка Лига безработных Да Традиционный вопрос Ну, я наоборот Наоборот Вот, Федор, когда все сменилось Он-то и отсюда уехал Так А я, когда все сменилось Тогда первый раз вышел на работу В 33 года Когда сменилось И вы имеете в виду что конкретно? Вот, когда рухнул Советский Союз Ага Вот, и в 92-м году Я сразу попал в программу «Итоги» А до этого у меня предыдущая запись В трудовой книжке Дворник В нашем домоуправлении Ага Я учился вот в одной группе С Олегом Борисовичем Добродеевым Это сейчас председатель ВТРК Да Вот И он меня всегда уговаривал Там с 81-го года Что он сразу попал на телевидение И говорил, что приходи к нам работать Я говорю, ну, Олег, ну что показываете Это же стыдно смотреть программу «Время» Ну, это жизненная позиция достаточно жесткая Поэтому я с абитуриентами занимался историей 12 лет Готовил как репетитор их в университет Ага Жена как к этому относилась? Ну, вот она как раз этого ничего не понимала И не признавала Из-за чего у меня проблемы-то как раз В семейной жизни, в основном у меня идеологические проблемы А можно вот конкретный пример, скажем Вот муж работает дворником Да, зарплата, как я понимаю, была не очень высокая Да Ну, опять же, будем отталкиваться от того, что может быть В семейной жизни деньги не главное, но какой-то вес имеют Да, вот что она конкретно вам говорила? Ну, прожиточный минимум был соблюден Но, во всяком случае, у нее были, конечно, другие виды на дальнейшую жизнь Она, в конце концов, уехала в Англию И сына моего увезла, да, в Англию Но вот он закончил Кембридж и вернулся как раз ко мне в Россию Просто по независимым от нас обоих уже обстоятельствам Он сейчас работает нашим корреспондентом в Вашингтоне Вот так Телевизионным журналистом То, что вы расстались, Володь, то, что вы расстались Это следствие вот вашей вот этой... Да, это как раз сейчас я вот задним умом понимаю, что просто ее не устраивало Вот мои социальные положения Хотя я... она могла ожидать от меня гораздо больше Ну да, мужчины всегда должны думать о глобальном Выигрывает ли наш чемпионат мира по футболу Какая будет политическая обстановка в стране Да, вот с чем жена пойдет в магазин, да В смысле, с каким количеством денег в кошельке Это мелочи Что ж так бояться за страну Пойдете опять в дворники И все у вас будет хорошо С остротой ощущений Кстати, это мне помогло в профессии Что я до 33 лет нигде не работал Я сохранил в себе вот Такое неиспорченное состояние телезрителя То есть я не человек с той стороны экрана телевизора А я один из всех тех, кто меня смотрит Вас привезли на персональной машине Вы сами приехали за рулем? Я пришел пешком, потому что я езжу на метро Опа-на А в метро у вас не... Как сказать, популярная личность Ну, мне всегда задают этот вопрос Не стремно ли ездить на метро Но, понимаете, у меня настолько воспитаны зрители Моих ночных передач Что они даже если меня узнают Никогда никто не... Да, но дело в том, что вот это... Когда вокруг много людей Вас же растаскивают по кускам Хотите вы или не хотите Энергетически, как угодно Как угодно это можно называть И вообще, это приятно? А я наоборот подпитываюсь Это я растаскиваю своих телезрителей по кускам Потому что я... Это телезрители, это те, которые у вас перед экраном А вот те, которые на улице И это первое И второе, приятно ли, когда узнают Это... Есть ли это результат работы и часть работы? Душ греет? Да, но приятно, когда подходят И жалеют, что сейчас нас не видно На общедоступном метровом канале Вот это приятно Потому что я понимаю, что не зря Занимался тем, чем занимался Я ездил к своему сыну в Вашингтон И у меня вот, кстати, про машину У меня товарищ меня взялся подвезти до Шереметьево И мы приехали, когда 40 минут осталось до отлета Это в Вашингтон после 11 сентября Там, где за 3 часа надо прилетать Уже был зачехлен компьютер Таким кожаным чехлом Уже погасло все Я даже прошел мимо металлоискателя с чемоданами То есть пропустили? Но сразу вернули трап к самолету Вернули мои чемоданы в грузовую Вернулся вот этот трейлер И меня сразу вот помогло Это я был в костюме А если я хожу в майке Володь, скажите, пожалуйста То это даже не приходится Это вот та сторона медали, которая достаточно позитивна Скажите, пожалуйста А вот для того, чтобы набраться, так сказать И сохранить себя еще дальше Не дать себя растащить по кускам Еще дальше Не хочется вернуться обратно? Ну, нельзя никогда всерьез самому к себе Относиться Вот это, я считаю, главный залог Ну, чистоты ощущений Потому что это хуже всего Вот у нас была одна ведущая И мой товарищ, сменщик у меня был Саша Шашков Хотел с ней познакомиться Назвать ее можно, нужно Неудобно, да Потому что, да, вот Надо было в силу специфики С ней согласовать какие-то детали И он пришел к ним в студию И именно на нее наткнулся И у нее спросил Вы не скажете, где такая-то, такая-то Вот ее искал, но он не знал ее в лицо И она говорит Молодой человек, как вам не стыдно? Я уже третий день в эфире Вот мне надо всегда просыпаться у себя И спрашивать, не превращаешься До этого вот девушку Которая третий день в эфире Они давно уже все забыли Она уже давно не в эфире Но вот она к себе относилась Слишком серьезно Письмо Графа Строганова Графу Бенкендорфу Москва 29 января 1842 года Думаю, что исполню по отношению к вам свой долг Если извещу вас о том, что господин Гоголь Автор ревизора и один из самых известных современных писателей Находится в крайне стесненном положении Хотелось бы возбудить вас интерес к молодому человеку И доложив о нем императору Получить от него знак его высокой щедрости Гоголь строит все свои надежды Чтобы выйти из тяжелого положения В которое он попал на напечатание своего сочинения Мертвые души Вчера Получив уведомление от московской цензуры Что оно не может быть разрешено к печати Он решил послать его в Санкт-Петербург В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду И впал в отчаяние Я немало не сомневаюсь Что помощь, которая была бы оказана со стороны его величества Была бы одной из наиболее ценных Простите, граф, попытку Которую мне продиктовало мое чувство к талантливому человеку Оставшемуся без работы Поверьте, ему нельзя запретить писать Уверен в вашей просвещенной доброте Которой я имею столько доказательств И позвольте, пользуясь случаем Принести вам уверение в моем глубоком уважении Я смотрю, как бы наши гости расслабились Я понимаю, что беседа тонка, иронична и умна Благодаря нашему ведущему Хочется, чтобы все прочувствовали это на самом себе Вот скажите, пожалуйста, я сейчас обращаюсь ко всем Вот, в принципе, любит ли наше общество безработных И если не любит, то почему? Можно вот на своем примере В 90-м году я эмигрировал в Израиль Так И в течение где-то двух-трех лет Пытался преодолеть все, чтобы стать врачом там Но поскольку полноценно заниматься не получалось Потому что, опять же, была жена, дети Один маленький, другой Прости, получается, что семья мешала в той ситуации? Нет Как нам мешать? Жена поддерживала? Она просто давала... Жена очень поддерживала То есть просто безумно поддерживала И если бы я был один, то я не знаю, что бы могло быть Но вот эта ответственность, которая была за мной всегда Она заставляла как-то что-то предпринимать Сначала было очень трудно Я работал и развозил продукты из супермаркета И сын старший после школы ко мне приходил, помогал Потому что надо было таскать Многие дома были без листов, старые дома Нелегко Поэтому вот насчет физической работы У меня некоторый антагонизм существует Прости, перебью А была вот в данном случае такая ситуация Ну, громко-негромко это прозвучит Ну, не знаю, минута отчаяния Вплоть до того, что край Было Было? Было А что... А что... Я свою семью поднял отсюда и увез туда И я не имел права так их бросать Хотя у меня был очень близкий друг, был Который покручил с собой в Иерусалиме Тоже доктор, кандидат наук Он повесился А почему? Он один был А потому что он ехал туда И он рассчитывал, что как кандидат наук Он сразу дадут лицензию на работу Он ехал один туда? С семьей С семьей Так Вот А лицензию он не получил Это был крах Ну, а что... А что, да, получается? Получается, что у него не было ответственности За своих близких Или его просто не поддержали? Ну, понимаете, у каждого, так сказать, внутри свой стержень какой-то Он, видимо, не выдержал Хотел бы тогда я задать вопрос ему Как вы относитесь к данной проблеме? В моей жизни случилось так, что мне пришлось сменить Амбуа Потому что я был до 92-го года участником знаменитой группы Какой? Диалог Группа была интернациональная Работали вот и Беладзе, у нас были эстонцы И потом, когда страна развалилась, естественно, и группа распалась сама собой И я остался, собственно говоря, ни с чем Потому что... Ну, это что было? Это была вынужденная такая остановка? Или... Это было... Или вот просто группа закончила свое существование, знаете? Это была осознанная остановка Потому что в то время уже другая музыка была востребована И вообще все изменило, мир изменился А как вы себя ощущали в данной ситуации? Как близкий, жена там... Первое время у меня, естественно, была депрессия какая-то Даже потому что меня отлучили от сцены Вы как актер должны это понимать И мне пришлось настраиваться на другую волну То есть мне пришлось начать заниматься другими вещами В музыке тоже То есть писать музыку для других И потихоньку как-то в этом умплуа утверждаться Что произошло, естественно, не сразу Было трудно, потому что я приезжал в Москву А я... Так случилось, что я остался в этот момент В тот момент распада я оказался на Украине И я приезжал в Москву, и многие люди, с которыми мы раньше сиживали Там бывало, там на кухнях Известные рок-музыканты столичные А они проходили мимо Нездороваясь, да? Нездороваясь, не узнавая меня Скажите, а вы были один в тот момент? Или женаты были? Нет, у меня жена, с которой мы прожили много лет вместе А как она относилась к всему происходящему? Она у меня очень терпеливый и мудрый достаточно человек Для того, чтобы понять вот эту ситуацию Она меня поддерживала, я ей за это очень благодарен И мы прожили вместе много лет, счастливых лет Ну вот наиболее здравомыслящий пока, по крайней мере, это Ким Вот с моей точки зрения То есть человек как-то ситуацию преодолевал Без особых каких-то, ну я не знаю, неврозов и прочее То есть, ну да, есть жизнь, есть работа И почему ставить знак равенства между жизнью и работой Мне вообще такая ситуация непонятно Ну вот мы видим, что потеря любимой работы для мужчины Это еще не катастрофа Давайте поинтересуемся об этом у других гостей Вы знаете, по окончанию спортивной карьеры Как давно это было? Это было, в последний раз я чемпионат страны выиграл, по-моему, в 80-м году Ну ты чемпион мира и так далее Да-да-да, я чемпионат страны выиграл и закончил Это был сознательный шаг? Ну мне было 25 лет Ну это не возраст еще Ну смотри, сейчас профессиональные боксеры же, они из 40 Но время было другое Время было другое И страна была другая И я уехал в Германию Главным тренером ГСВГ, группы СССР Германии По окончанию спортивной карьеры Уехал с одной целью заработать денег Ну то есть Но в своей опять же профессии, да? Обыкновенная спекуляция, да? Вот по тем временам Сейчас бизнес, да? И спекуляция в чем? Ты уехал тренировать? Я уехал, работал там, в Германии Приезжал в страну Привозил там товар, продавал А, фарсов, грубо говоря Дело в том, что Вот очень много людей А сегодня олигархов очень богатых Я видел в то время там А в этом, ну нет ничего плохого Ах, ведь признаюсь тебе Я тоже с этого начинал Почему же я не олигарх, а? Не, ну это опыт, это работа, это практика А меня всю жизнь учили бить по голове И в Германии И когда Андропов стал секретарем, да? Да Генеральным То помните, была эта вот борьба с нетрудовыми доходами? Ну да, было что такое, да Да, и что-то проверки там в кинотеатрах, там на работе И всех спекулянтов, и меня в том числе А вот был показательный суд На табло был суд? Конечно А ты что не знаешь? Нет Рассказываю Только коротенько в двух словах Да, и я был осужден Спекуляция, статья спекуляции в особо крупных размерах Опана, посидел? Да, это не стоит интересно Долго? Долго? Нет, это почему? Мне как артисту опыт, это ценный просто, драгоценный Ну там слезы 6 лет дали мне Строгого? У сильного режима Ну все строгого, слушай, у сильного режима Но дело-то не в этом, это не так страшно Это можно выдержать, есть много чего Но самое страшное было, это приехать в страну, в другую совсем. А ты сидел там или здесь? Я сидел в Белоруссии, в ГСВГ, Белоруссия, это группа Советской Германии. Но всё равно я же сидел, и в это время была перестройка там. Вот, прости, мне интересно, знаешь, что это, да, это как бы внешняя картина. А вот что внутри происходило, как ты себя, вот спортсмен, да, человек, который физически готов там на все сто, что с психологией происходило? Болтало, шатало, не тянуло, выпить, пить, вообще, это же тяжело. Просто такой карьеры, как бы, оказаться не только за решеткой. Да, кстати, был женат в то время, жена близкие поддерживали? У меня жена 30 лет, у меня одна жена, мы 30 лет женаты, и как бы всё нормально в этом плане. Но... Что внутри было? Сломался? Характер. Сдержи не дал? Нет, ну, сложно сломаться, когда... Дало возможность не сломаться, что держало? Я думаю, это детство, я дедомовик сам. То есть у меня, я без родителей вырос, в детдоме, и всегда я отставил сам себя, свои интересы. Вот, был характер, была воля, наверное, и... Я никогда не давал слабинку, вот, и для меня, о чём мы говорили, потеря уважения, да, авторитета, чести, это смирки подобных. Понятно, слушай, скажи, пожалуйста, а вот ты вот, когда, прости, что ты освободился, вышел, как это назвать, вот ты же, получается, что репутация, как, видишь, как всё у нас, репутация оказалась подмоченной, да, как бы там назвали, да? Вот, как близки к этому относились, как приходилось, начиная, это пришлось с ноля практически, с минуса? Вы знаете, вот в этом самая большая проблема была, я когда вернулся, то есть я понимал, что я не сломаюсь, у меня есть друзья, у меня есть товарищи, у меня, я каким-то образом встану всё равно, но меня не прописывали в Москве, то есть под закон... А жена была же? Жена же, жена где была? Ну да, но меня не прописывали, к жене не прописывали, там, у меня статья была, я конфисковали очень много там чего, у меня было имущество. Слушай, подожди, а ты не озлобился на ситуацию, на людей, ведь сейчас же многие из них живы, наверное? Да нет, ну это же... То есть мстить не хотелось, да? Да нет, конечно, да ну, ради бога, ну, живут и живут, и дай бог им здоровья. Да, ну спортсмены, да, это народ такой особый, они, если у них что-то происходит в жизни, они либо спиваются, либо вот они действительно как танки, вот, надо, значит надо. То есть усиленные тренировки, колотим по груши с утра до вечера и достигаем результата, ну, говоря образно. Поэтому с ними как-то проще. После того, что мы услышали, вообще, конечно, фантастическая ситуация. У нас сплошные эмигранты, извините, и, как бы это помягче сказать, тунеядцы. Тунеядец – человек, временно не имеющий работы. Как бы все мы через это прошли. Александр, как специалист, хотелось бы, как доктор, да, как психолог, хотелось бы услышать у вас ваши комментарии нашей всей беседы. Можете подвести итог, что такое работа для мужчины, что, а значит, ее потери, что это, важнее ли это, чем семья, чем близкие. Ну, и что, естественно, вот через призму своего собственного восприятия «я». Ну, судьбы были всякие разные тут представлены, и единого мнения, вот лично у меня, как у доктора, и у человека, и у мужчины, единого мнения нет. Видимо, это вопрос сугубо индивидуальный. Скажи, вот в любой ситуации рядом присутствует женщина, да, у нас мужской клуб, у нас все-таки мужской разговор. Вот, слава богу, у тебя сложилось так, что жена тебя поддержала, да, поддерживала. Но, если она не может быть рядом, если, скажем, она рядом, но не разделяет твое мнение, если она не может быть тем тылом, о котором ты говорил, то ли это женщина? Значит, это не та женщина? Что делать? Жизнь самая... Из-за этого стоит расставаться самому? Самому стоит ставить какие-то точки на твое? Наверное, стоит, потому что, ну, если рядом с тобой твой человек, близкий, вот, он в любой ситуации, самый-самый-самый тяжелый, он всегда будет рядом. И ты это знаешь, и это помогает тебе выплыть из этой ситуации, идти дальше, вверх, и не потеряться в этой жизни. А если человек тебя не понимает, то это уже одна составляющая того, что люди расстаются. Но я не даром затронул женский вопрос. То, что я сказал в начале передачи, единственный человек, который был допущен увидеть то, что происходило в нашей студии, и услышать, и, мало того, дать свой комментарий, он находится здесь, рядом с нами. Очень хотелось бы услышать ее мнение. Представьтесь нам, пожалуйста. Здравствуйте, я Татьяна Полякова, писатель, автор детективов. Очень приятно. Что вы думаете по поводу услышанного? Ну, если говорить о моих вот каких-то таких... Ощущениях. Да, ощущениях, предпочтениях, конечно, мои симпатии целиком на стороне Саши и Кима, да, то есть это люди, которые, в общем-то, понимают, что есть трудности, да, не всегда все нравится, но приходится перестраиваться каким-то образом, может быть, даже в ущерб себе, для того, чтобы сохранить семью и элементарно там, в общем-то, сохранить добрые отношения с своей супругой. Спасибо большое. А сейчас вместо эпилога я хочу рассказать историю одного моего хорошего знакомого. Однажды в отделе, где он работал, как бы, ну, это был чисто мужской коллектив, его единомышленники решили устроить вечеринку. Вечеринка прошла достаточно удачно, было много выпито, было много сломано мебели, стульев и так далее, и поскольку она приходила без женщин, это был мальчишник, то, естественно, с собой никто ничего не убрал. А наутро, поскольку вечеринка был тяжелый, не убрал тем более. Пришел главный, вызвал себе всех на ковер и сказал следующее. Мужики, в жизни бывает всякое. Может изменить жена, может брозить любовность, может подвести, обмануть друг. Единственное, что вам никогда не изменит, это работа. Уважайте ее, и она отплатит вам тем же. Удачи вам! И будьте мужчинами! Увидимся через неделю. С вами был я, Андрей Соколов. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...